Сеанс связи с Международной космической станцией провели хабаровские радиолюбители и студенты Института инфокоммуникации. В поле хабаровских радиоволн станция находилась всего 11 минут. За это время радиолюбители смогли задать вопросы космонавтам. Это уже второй сеанс связи, а впервые сигнал из космоса хабаровские энтузиасты смогли поймать 9 лет назад. О чем спрашивали космонавтов, расскажет Наталья Смоленинова. Чтобы наладить связь с Международной космической станцией, нужно как минимум встать к ней ближе. Ну хотя бы на крышу. В данном случае крышу Института связи. Потому что именно здесь установлена специальная антенна. И вот радиолюбитель, который ее установил. Евгений, здравствуйте, скажите, пожалуйста, что это за антенна, которая принимает и отправляет сигналы в космос? Это радиолюбительская УКВ-антенна, предназначенная для связи с искусственными спутниками Земли, с МКС в том числе. Сама антенна, я вижу, она крутится, она может крутиться. Да, она вращается. Она с пульта дистанционного управления управляется. Мы следим за орбитой МКС. МКС проходит, это все видно в специальной программе «Арбитрон». Мы следим антенной за этой станцией. С небес на Землю, с крыши в пункт связи. Вот мы спустились, и именно из этой небольшой комнаты будет происходить радиосвязь с Международной космической станцией. Здесь все в экранах, оборудование. Именно здесь отслеживают движение МКС по орбите. Виток вокруг Земли станция делает каждые 92 минуты. Но из-за особенностей траектории движения планеты над Хабаровском пролетает всего пару раз в неделю. И в поле действия Хабаровского радиосигнала находится 11 минут. За это время студенты и просто радиолюбители намерены задать 12 вопросов. Вы какой вопрос будете задавать? Связанный с административными ограничениями. Это вы сами придумали такой вопрос? У нас же все вопросы по регламенту. Хотелось бы свой задать, но, увы, нельзя. Как они там с американцами уживаются? Сегодняшний сеанс связи с Международной космической станцией. Вот для меня это все равно, знаете, как на уровне чуда с космонавтами поговорить. А вот для вас, для человека технически грамотного, это как воспринимается? Да, это обыденность. Технически это возможно, ничего сложного тут не вижу. По словам специалистов, поймать сигнал радиолюбителя из Бразилии гораздо сложнее. Он дальше, чем пролетающая над Хабаровском МКС. Но зато возможность общения с космонавтами – это популяризация науки среди молодежи. Услышать голоса из космоса решила и министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. Алла Геннадьевна, а вы тоже радиолюбитель? Нет, я любитель радиолюбителей. Здесь Хабаровский институт инфокоммуникации. Приветствую вас от лица всех студентов. Как слышите нас? Прием. А, думаю, услышим вас 5-0. Для нас Олег и Алексей, с удовольствием с вами пообщаемся. Здравствуйте. Какие личные вещи космонавты привозят на МКС? Может, это подарки на день рождения? Здравствуйте. Но подарки на день рождения мы не привозим. Нам их доставляют, чтобы это было приятным сюрпризом. А так, естественно, берем памятные вещи. Этот сеанс радиосвязи – своего рода репетиция перед более грандиозными проектами. Например, хабаровские радиолюбители намерены отправить сигналы в Америку и Европу, предварительно отразив их от поверхности Луны. Будем заканчивать. Станция выходит из зоны видимости Хабаровска. Всего вам хорошего, крепкого здоровья и возвращения на Землю.